Зашел специально с утра, ребят, на AmazonGP Russia, мой любимый сервер Азур. Не забывайте вводить мой промокод LEONTI, чтобы пооткрывать контейнеры. Так как я уже давно не школьник, и судя по онлайну, пока многие ребята заняты учебой, грызут гранит науки, я пока открываю контейнеры. Но я не думаю, что у меня особо что-то годное упадет, потому что тут 4 контейнера всего. Я решил выбрать контейнер из Мурманска за 8 миллионов, там есть из Сухума тоже за 8. Есть из Новороссийска за 6 и из Питера за 6. Посмотрим, что из этого упадет. Если там плюс-минус шмотка будет какая-нибудь на лямов 5, либо если я вообще куплюсь, то продолжу дальше открывать. Но что-то мне подсказывает, что это будет полный гуляш. Вот я сейчас открою и все, и типа до связи. У меня какой-то кал упадет. Ну что, поехали. Ну а я о чем говорю, то есть скейтборд-амазинг, разумеется, продаем порту. Идем открывать дальше. Я думаю, ну начнем по порядку. Вот кейс из Санкт-Петербурга. Давайте посмотрим, что тут да как. Но это жесткий неокуп. То есть считайте, я поставил 8 миллионов, выигра всего 5. То есть это в 3 миллиона я на минусе. Плюсом скейтборд-амазинг, который можно купить. Точнее не купить, а выбить с рулетки. У меня таких целых 2. В разных расцветках. Поэтому я не особо вижу смысл его забирать, что-то с ним делать. Потому что он у меня так и так есть. Но то, что он мне выпал, это уже более-менее такой не совсем хороший знак. Поэтому сейчас продолжим открывать дальше. Остается 20 секунд до того, как ремейнится контейнер. Сейчас мы его откупорим. Эх. Надеюсь, подстать моему скину в игре. Мне что-нибудь да упадет из родного города. Скажем. Блин, ну надеюсь, хотя бы, хотя бы там будет так же штука за 6 лямов около того. Вот, погнали. Не, ребят, это вообще такое лютое фриковство. Прямо возведенное в квадрат, я бы сказал. По итогу у меня остается что? 3 миллиона. И тут еще 8. Мне нужно 11 миллионов, чтобы это открыть. Так, я правильно посчитал. 6 плюс. Ну, 14 миллионов мне надо. Плюс там, ну да, 11 ровно надо мне. Блин, это капец. Это такой фолниукуп. Поэтому я не советую вам особо пытать удачу в этих контейнерах. Потому что я уже ранее пытал там удачу. И ничего хорошего мне, как вы видите, не падало. Ладно, давайте деньги на банк закинем. А платим там штрафы, которых нет. Полтора миллиона закину, чтобы так чисто на ход ноги было. 2 ляма, все. Двигаемся дальше. По сути, из автомобиля у меня остался только Mark II. Он на втором чипе у меня с Nitro. Но без аудиосистемы, без ничего. Вот рамки такие красивые. На самом деле, я давно на нем не ездил. Вы, если помните, я делал ролик про него. Типа делаю машины из реальной жизни. Но так как здесь Матрица, Тойота нету. Я поэтому решил сделать Mark II. Ну, не знаю. Машина мне нравится. Но больше у меня ничего не осталось из этого перечня. Потому что все машины, с которыми я снимаю видеоролики, вы должны сами понимать, я продаю не игрокам, а сливаю в государство. Потому что это нанесло бы удар по экономике. Вот. Значит, пишите в комментариях, какую машину можно сделать, затюнить. Может, вам это интересно будет. Ну, а я, в свою очередь, наверное, продолжу сегодня записывать уже вечерком, как приду домой про фракцию ЕМС. Мне интересно поездить на вызовы, поснимать взаимодействие с игроками, пообщаться с кем-нибудь. Но делать это не как отдельный ролик про фракцию, а сделать это просто как. Ну, просто типа делаем РПшки, общаемся и так далее, чтобы показать вам, какой здесь коммуникацион между игроками и так далее. Вот. Ну, нормально. В принципе, нормально. Дом есть, как бы, тачка имеется, штраф тоже. Всё, всё хорошо. Всё, вон там я прибарковался, пока ехал, получил ещё дополнительно сверху 7 штрафов. Сейчас мы их оплатим тут прямо. Переоденемся и посмотрим, чего вообще поменялось, пока меня тут не было. Ну, больница, судя по всему, пустая. Я без админских этих ВХ-шек всяких, поэтому не вижу, сколько тут игроков. Ну, мы можем, в принципе, прочекать. Ну, нет, игроки всё-таки есть. Нормально. Угу. Угу. Финт. Угу. Отлично. Так, берём аптечку, значит. Всё, выдвигаемся. Только руки помыть обязательно надо. Гигиена, как-никак. Чё мне паниться вообще? Нормально руки помыть просто ещё. Здравствуйте, что у вас? Дай мне таблеточку. Сейчас застам таблетки из кармана, после чего передам человеку напротив. Да, застам таблетки. Чё вы валяетесь? Вы наркоман? Да. 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 Чё у вас болит. Понял. Сейчас застам таблетку, вот ещё передам человеку напротив. Вот пришёл человек, беру у него кровь для донорства. Видимо, это какое-то задание у них выпадает, ежедневное. У меня бывает тоже выпадает такое задание, но... Прикольно, кстати, сделана система, я ещё нигде ни на одном проекте такого не видел. Раньше-то на Даймонде, на Адвансе, я это всё делал просто РП путём, а здесь прям, ну, система. Всё. Вы себя хорошо чувствуете? Я подумал, наверное, задание чуть повуполняем, потому что у меня есть задание купить две канистры, три раза её зануть аптечку, билет на воздушный шар, лодка на причале. Скорее всего, я все вот эти выполню, кормлю вот этой. Потому что, ну, сами должны понимать, мне некуда, негде это брать, я госсотрудник. Так, вот первое задание с канистрами, я выполнил, оно было изичное. Так, сейчас ближайшие у меня это, наверное, аптечки. Заеду в аптеку, куплю три аптечки и звону их, потом причал, потом воздушный шар. К сожалению, на том моменте я решил приостановить запись и начать её сегодняшним днём. У меня выпали новые ежедневные задания, это позвонить любому игроку шесть раз, ну, то есть, не абсолютно какому-то одному, а многим. Справить нужду в любом туалете, арендовать грузовой вертолёт, передать деньги и купить хот-дог в магазине. Мы это выполняем. Начинаем с туалета. Вот он мой унитаз, я могу справить нужду в нём, верно? Первое задание выполнено, друзья, как мы видим. Теперь мы должны передать деньги любому человеку. Две тысячи, купить пять хот-дог в двадцать четыре на семь. Выбегаем из нашего дома, быстро берём Марк 2, и ищем человека, которому надо будет передать две тысячи. Лутаем Марк. Сейчас он, наверное, вот этого Серёгу мы поймаем. Да, он как раз-таки бомжик, и вы можете, кстати, не стать бомжом, а точнее не быть. Стоямба, пацаны, стоямба, стоямба. Стоямба. Халява, пацаны. Чисто на ход ноги, братве, я накинул. Всё, удачки. Вот. Так, ещё одно задание выполнено. Теперь идём хавать пять хот-догов. Пять хот-догов, два четыре на семь. Раз, два, три, четыре, пять. Блин, я не голоден, я это не смогу выполнить. Блин. Ладно, тогда воды попьём. Потом два хот-дога докуплю вечером. Надо довыполнить будет. Но, считайте, тоже выполнили. Тут ничего сложного, просто я как бы сытый. Вы это должны понимать. Так, дальше, какое мы можем выполнить? Позвонить любому игроку. Алло, здорово. Алло, ты кому звонишь? Ты зачем мне позвонил? А, извини тогда, давай. Вот так вот. Так, сейчас ещё найдём, кому можно позвонить. Вот этому позвоним. Audi. Он по-любому Audi свою вечно будет продавать. А тут такой звонок от такого. Два, 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 шесть, пять, пять. Алло, ты кому звонишь? Не понял. Ты кому звонишь? А, директору. Тебе звоню. А. Всё, давай. Алло, ты кому звонишь? Правильно, мне. Ещё двоих обработать. И грузовой вертолёт арендовать бы. О. Алло, ты кому звонишь? Я случайно. Алло, ты кому звонишь? А сколько у тебя? 10 лямов будет наличкой? У меня. А, так ты нищеброд. Я пришёл. Так, давайте ещё хот-дог один купим. Может, влезет. Да, блин, не голоден. Здорово, бедолага. Мы все задания почти выполнили. Теперь грузовой вертолёт арендуем. Блин, да лицензию на пилот на полёты надо иметь. Блин, как бесит. Короче, ребята, вот так и выполняются все задания на AmazingRP. Вы можете заходить и выполнять также ежедневки, за которые вам будут падать хорошие призы и бонусы. Также не забывайте вводить мой промокод LEVONTIY на всех серверах, но желательно на Азуре, где я играю. Азур это четвёртый сервер. Скачивайте всё по ссылкам в описании и играйте в удовольствие. Всем пока. Продолжение следует... Продолжение следует...